Вот, но человечность в первой роли. Ничего, что интервью идет? Рома, нормально, тебя отбили башню. Давай еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, как-то тренеры, кто-то перестал заниматься, кто-то еще по разным причинам, мало что организовывают, но я решил раз, ну надо, значит надо. Собрали клетку, всех собрали. Ну мне сегодня бои очень понравились. Мне тоже, кстати, бои понравились. И вообще я могу так выделить всех, ну и те, кто новенький, и те, кто старенький. Но видно был перерыв. Когда-то не хватило совсем чуть-чуть, ну то есть опыт. Я на самом деле скажу так, что мне доставило большое удовольствие наблюдать, потому что иногда профессионалов смотришь, они слишком осторожничают, слишком много техники, а здесь зрелище. И плюс еще правила, да, у нас такие были особенные в этот раз, и я думаю, что мы будем продолжать, что или финишируешь соперника, да, досрочная победа, или тогда в бою ничья. И тогда ребята стремятся показать ярче бои, финишировать больше, атакуют, не сушат бои, не отлеживаются. Поэтому я думаю, это тоже сыграло свою роль. Это чисто твоя фишка? Ну это чисто, да. Подсмотрел у старших товарищей лет 15 назад. Как-то было такое, и сейчас мы как-то сидели с коллегой и такие, надо попробовать так. Ну и вот попробуем. Ну, я думаю, что это взойдет, потому что у нас здесь вообще публика горячая. Да, да, да. Вроде как открытый ринг, небольшой турнир, там какие-то звезды не дерутся, но публики было много, жарко так, все болели. Мне понравилось. Атмосфера, как всегда. Это же гетто. Ну, я вообще первый раз, для меня как восточника, там все вот эти вот тусовки. Ну, для меня вообще это первый раз, я скажу. Ну, в целом я восточный. Мы обязательно тебя пригласим на основные турниры наши, и там ты вообще, для тебя это будет вау. Да, у меня там Сашка Андреев там все очень ей поступает. Вот, вот, это же, да. Санек, привет. Это мой район Илгутсенс. Да, так что я, наверное, да, действительно, еще это летом. Да, да. 13 августа в Риге будет большой турнир. Да, приходите. Вот, будет круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, давай, смотри, я вообще человек, который сейчас хочет немножко в медийную, ну, не то, что личность превратится, она хочет в такое. На медийном пространстве поработать. Да, 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 и смотри, я вот наблюдаю за тобой, и я смотрю, какие дружные у тебя вообще команда. На самом деле, я так понимаю, что у тебя вообще очень много национальности тренируется, и нет у вас там, даже лозунг там у вас, мы не можем выбрать национальность. Мы можем выбрать, быть хорошими или плохими. Да, и это очень круто, на самом деле, здорово, потому что, мне кажется, этого сейчас не только в спорте, этого вообще в мире сейчас не хватает. Вот расскажи, каким образом у тебя получилось так? Знаешь, я давно уже понял одну простую вещь, что каждый человек должен не боролся со всем миром, а создавать свой небольшой. Пусть это будет небольшой мир, но со своими правилами, более гуманными, человеческими. Но человечность в первой роли. Ничего, что интервью идет? Рома, нормально, тебя отбили башню, давай еще раз. Вот я вырежу. А я бы не вырезал. Ставлю в конце, как говоришь. Да, да. Вот. Ты решил, что лучше не бороться, а... Да, зачем бороться с большим миром, доказывать кому-то что-то, там, все равно я понял для себя одно, что мы все равно маленькие люди, и когда большим людям что-то надо, мы будем последний, кого они спросят. Поэтому лучше сделать что-то свое, жить в своем мире, и вот тогда, когда твой мир обрастает с твоими правилами, гуманными, человеческими, когда он обрастает, тогда ты будешь иметь влияние на больших людей. Да, здесь я с тобой соглашусь по поводу того, что не надо бороться. Я пробовал бороться, ничего не получилось. Все мы пробовали, все мы пробовали, и опыт у всех есть, когда ты такой, всем веришь, во-первых, такой, все, вот сейчас, вот, за этими, все, пойду. Потом ты такой, не-не-не, вот у меня есть свой мир, если кому-то что-то нужно в этой стране, они свободно могут прийти, я всегда всем помогу, чем смогу, всегда. Я никому никогда не отказывал, никому никогда. Но если люди приходят и пытаются с тебя что-то, грубо говоря, поиметь... Манипуляция не опять никакого. Мы уже, да, мы уже, мы уже большие, нас уже не обмануть, как говорится. Вы уже это все дело проходили. Конечно. Ну, я тоже прошел некий такой путь свой, и я понял, что, ну, немножко философия такая же, как у тебя, только я понял, что от того излишней информации, которая сейчас полна в интернете, ну, вот, мое невидение такое, что можно, конечно же, там, на это поддастся, на это влияние ходить громко кричать, но ничего глобально не меняется. Поэтому я вот тоже решил, так, поспитался немножко и решил. Знаешь, есть такое просто, если коротко сказать, подумай о себе, развивай себя, не ведись со всеми, и тогда ты сможешь помогать другим. А пока ты распыляешься, всем что-то там пытаешься, там, сам не рождение, у тебя есть семья, у тебя есть, там, родные люди, сначала надо думать о них, потом уже. Тогда ты будешь готов помогать другим. Да, это как с маской. Только хотел сказать, да, сначала одень себе маску, и потом ты сможешь ребенку одеть. Да, да, да. Вот такая вещь. Слушай, но я не буду много сегодня затрагивать, потому что я надеюсь на то, что мы еще с тобой встретимся, и там уже конкретно более серьезные вопросы будем обсуждать, да. Я благодарю, и, наверное, еще у меня такой вопрос, вот сегодня было 22 поединка, сколько клубов сегодня? Семь клубов. Семь клубов, и я даже понял, что из Бауски, да, приехали? Да, ребята из Бауски приехали, у них сейчас клуб есть, ММА. И очень талантливые ребята. Видно, молодые, видно, недавно начали заниматься. Хороший тренер с опытом, да, опытный боец, Юрий Сручканов, он у нас и выступал на Гетто много раз, и вообще, ну, имеет много боев. Крепкий парень, действительно. Он сам в Юрмале занимался, и сейчас в Бауске у себя открыл клуб, тренирует молодежь, сегодня очень его ребятам понравились, такие на характере, а вот этот характер, как говорят, воспитать можно что угодно, но не характер. А я сам в Бауске родился. Ого, сам Бог велел приехать домой. Да, да, да. Я очень люблю, я всегда подтягиваю вот эти провинциальные города, потому что там ребята с духом. А потому что у них нет такого соблазна. А у них нечем заниматься, конечно, конечно. А все остальные рижские, я так понимаю. Юрмала была еще, и да, все остальные рижские. То есть два. Спарта, Golden Glory, AGF, все ребята. Да, и Зиндакай, Карасто, это ту брату моего. Хорошие ребята, кстати. Очень хорошие, малые. Они тоже много раз у нас уже выступают. Я их уже так по именам даже знаю, малышей. Очень крепкие парни. Ну, на сегодня я тебя не буду больше мурыжить, потому что ты сегодня и так с самого утра уже тут на посту. И меня очень радует, что движение продолжается. И я буду радеяться и рассчитывать на то, что это движение... Обязательно. И мы тебя будем приглашать на все наши мероприятия. Приходи, будем рады видеть. Благодарю, Малыш. Спасибо большое. Счастливо. А так пока. Вы серьезно? Так, я всем говорю, идет интервью, не надо со мной прощаться в кадре. Вы гоните? Я второй подошел. Дайте я пару слов скажу и буду доступен. И это я тоже вставлю в конце. Всех приветствую. Меня зовут Всеволод. И мы начинаем новый проект на ютубе, который называется «Спортивный вопрос». Какое спортивное направление мне выбрать? Куда мне записать слово «ребенка» или куда пойти самому? Вот такие вот вопросы чаще всего можно услышать или увидеть в интернете. Ну и, конечно же, цель этого проекта – рассказать, показать и вы уже сами решайте, что для вас будет самым лучшим. Конечно же, я буду по возможности посещать различные спортивные мероприятия, спортивные клубы, организации, знакомить вас с тренерами, знакомить вас с видом спорта и, конечно же, знакомить с замечательными людьми. Если вы спортивная организация, спортивный клуб или частный тренер, и вам есть что рассказать, есть что показать, а тем более вы хотите поучаствовать в данном проекте, то я буду очень рад. Я по возможности приеду, засниму видеоролик, проинтервьюрую вас, и мы сделаем что-то общее во благо этого мира. Так как я уверен, что наша цель общая, чтобы сделать этот мир лучше, нужно себя проявить, рассказать, показать свой личный опыт и чего вы добились в том или ином виде спорта или в тех или иных делах. И, конечно же, одно из самых главных – этот канал не будет создан для того, чтобы писать какие-то злостные комментарии, что этот вид спорта лучше, а этот хуже. Я не буду создавать ажиотаж, потому что цели этого канала немного другие. Если вы, конечно, хотите написать какие-то злобные комментарии, хотите какого-то драйва или экшена, добро пожаловать, есть другие разные каналы, где вы можете смело это сделать. Этот канал я буду стараться держать в максимальной чистоте, и комментарии, которые будут не относиться к теме, я буду стараться подчищать. Поэтому будьте благоразумными, не тратьте ни свое, ни мое время. Ну а всем, кто хочет увидеть, познакомиться, рассказать, показать, добро пожаловать. Я буду искренне рад. Всех вам благ и надеюсь, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok